Друзья, всем привет! Сегодня мы будем готовить вкусные мясные кексы из фарша с яйцами и помидорами, запеченные в духовке под сырной корочкой. Блюдо вкусное, эффектное, отлично смотрится на праздничном столе. И для приготовления нам понадобится бекон, фарш, лук, помидоры, яйцо куриное, яйца перепелиные, твердый сыр, соль, специи, черный молотый перец и масло для смазывания формочек. В миску выложить фарш и добавить к нему мелко нарезанный лук кубиками. Добавить сюда вот у меня смешанная соль с перцем, добавляем по вкусу. А также в качестве специи я взяла паприку и такая смесь из травок и кориандра. Ее тоже добавляем, они дадут дополнительный аромат. Перемешиваем. Выбиваем сюда одно яйцо и все перемешиваем. Вымешать нужно хорошо, чтобы фарш был однородный и не было видно ни яйца, ни каких-то специй. Все должно стать единым целым. Нам нужны будут формочки, либо силиконовые, либо специальные, есть металлические формочки для кексов. Мне нравятся такие формы, в них ничего не прилипает, хорошо все выпекается. Но все равно мы для верности еще смажем немножечко маслом поверхность. Далее нам понадобится бекон. У меня этот раз бекон вот такой вот не очень, ну вот он неровный получился. Поэтому я решила его сделать два, соединить вот таким вот образом. И он будет как один цельный кусочек. Распределяем его по формочке по кругу. Если кусочки более такие цельные, то достаточно одного кусочка бекона. После того, как заполнили формочку, заполняем, на донышко выкладываем фарш. Уплотняем его слегка. Примерно по столовой ложке. То есть у нас должно уйти на донышко примерно половина того фарша, который мы подготовили. Затем в серединку выкладываем по половинке помидора. Слегка его придавливаем, чтобы он вошел в фарш. Затем выкладываем по яйцу. Не забывайте придавить помидорчик, чтобы яйцо не высовывалось потом сверху. И заполняем фаршем. Разравниваем фарш по поверхности, слегка продавливая его по стеночкам. И сверху посыпаем сыром. Сыр лучше использовать твердый, чтобы он даст хорошую корочку. И он очень вкусный. Подравниваем наши кексики. И отправляем их запекаться в духовку на 40-50 минут. Кексы у нас запекались в течение 45 минут в духовке при температуре 180 градусов. Когда они покрылись корочкой, я достала, попробовала. Фарш уже полностью готов. Сейчас мы достанем наши кексики из формочек и красиво оформим их на тарелке. Я заранее подготовила тарелку. Дно выстелила такими порезанными перышками лука, которые порезала наискосок. И украсила острым перчиком, таким крупно перемолотым. А также со всех рулетиков, со всех кексиков очистила. Здесь вот белок был, выделился такой. Чтобы они выглядели красиво, я его очистила. И сейчас устанавливаем наши кексы на тарелочку. И чтобы дать им еще одну дополнительную нотку, посыпаем сверху черным кунжутом. Дорогие друзья, вот такие кексы у нас получились. Они нарядные, красивые. Их можно ставить на праздничный стол, угощать гостей. Ну и кушать, конечно, самим. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok